Здравствуйте дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию мы хотим предложить работу Владимира Ильича Ленина, социализм и война. Но почему эта работа? Потому что сейчас война у всех на устах и очень важно знать как марксисты во время Владимира Ильича Ленина относились к войнам, как они считали какие бывают войны, как должны относиться марксисты к этим войнам и так далее. Ну и сейчас этот вопрос конечно отношения к войнам марксистов тоже очень важен, поэтому вот очень неплохо послушать что говорит Владимир Ильич. Работа эта была написана в августе 1915 года, то есть ровно через год после начала Первой мировой войны. И в основном он здесь конечно опирается на итоги вот этого Первого года Первой мировой войны, приводя примеры конечно. А отношения к войнам конечно это как бы в развитии основ марксизма здесь в этой работе. Мы с вами рассмотрим сегодня первую главу, которая называется, названа была Владимиром Ильичем Лениным, «Принципы социализма и война 1914-1915 годов». Здесь она состоит из нескольких параграфов, вот и некоторые параграфы в этой первой главе мы сейчас с вами рассмотрим. Итак, первый из них параграф, так назвал Владимир Ильич, это «Отношение социалистов к войнам». И говорит в этом параграфе, «Социалисты всегда осуждали войны между народами, как варварское и зверское дело. Но наше отношение к войне принципиально иное, чем буржуазных пацифистов и анархистов. От первых мы отличаемся тем, что понимаем неизбежную связь войн с борьбой классов внутри страны, понимаем невозможность уничтожить войны без уничтожения классов и создания социализма, а также тем, что мы вполне признаем законность, прогрессивность и необходимость гражданских войн, то есть войн угнетенного класса против угнетающего, рабов против рабовладельцев, крепостных крестьян против помещиков, наемных рабочих против буржуазии. И от пацифистов, и от анархистов мы, марксисты, отличаемся тем, что признаем необходимость исторического, с точки зрения диалектического материализма Маркса, изучения каждой войны в отдельности. В истории неоднократно бывали войны, которые, несмотря на все ужасы, зверства, бедствия и мучения, неизбежно связанные со всякой войной, были прогрессивны, то есть приносили пользу развитию человечества, помогая разрушить особенно вредные и реакционные учреждения, например, самодержавие или крепостничество. И самые варварские в Европе – деспотии, такие, как турецкую и русскую. Приводит пример Владимир Ильич. Вот что касается первого параграфа. Второе. Исторические типы войн нового времени, так его назвал Владимир Ильич, новую эпоху в истории человечества открыла Великая Французская революция. С тех пор и до Парижской коммуны одним из типов войн были войны буржуазно-прогрессивного национально-освободительного характера. Другими словами, главным содержанием и историческим значением этих войн было свержение абсолютизма и феодализма, подрыв их – свержение чуженационального гнета. Поэтому то были прогрессивные войны, и все честные революционные демократы, а также все социалисты при таких войнах всегда сочувствовали успеху той страны, то есть той буржуазии, которая содействовала свержению и подрыву самых опасных устоев феодализма, абсолютизма и угнетения чужих народов. Вот так развивает мысль отношения марксистов к войнам, Владимир Ильич. Далее он переходит к анализу теперешней войны, то есть войны, которая началась в 2014 году и уже год как продолжалась. Это Первая мировая война. В 2014 году. Ну, в 2015 году он же в августе 2015 года, но в августе 2014 началась, а работу он написал, закончил написание в августе 2015 года. И такой параграф следующий он назвал. «Теперешняя война есть империалистическая война». То есть он дает анализ Первой мировой войне. И так он говорит, что империализм – есть высшая ступень развития капитализма, достигнутая лишь в 20 веке. Капитализму стало тесно в старых национальных государствах, без образования которых он не мог свергнуть феодализм. То есть капитализм уже укрепился и дошел до стадии империализма. Капитализм настолько развил концентрацию, что целые отрасли промышленности захвачены синдикатами, трестами, союзами капиталистов-миллиардеров. И почти весь земной шар поделен между этими владыками капитала. Формили колонии или посредством захватывания чужих стран тысячами нити финансовой эксплуатации. Ну, как вы знаете, колоний с тех пор, конечно, осталось мало, а вот финансовая эксплуатация распространяется, конечно, по-прежнему, как и 100 лет назад, когда Владимир Ильич писал эту работу. Ну и продолжая мысль Владимира Ильича, он продолжает, говорит, свободную торговлю и конкуренцию сменили стремление к монополии, к захвату земель для приложения капитала, для вывоза сырья. Из освободителей нации, каким капитализм был в борьбе с феодализмом, империалистический капитализм стал величайшим угнетателем наций. Капитализм из прогрессивного стал реакционным. Он развил производительные силы настолько, что человечеству предстоит либо перейти к социализму, либо годами и даже десятилетиями переживать вооруженную борьбу великих держав за искусственное сохранение капитализма посредством колоний, монополий, привилегий и национальных угнетений всяческого рода. Ну, это дело продолжается и на настоящее время. Можно смело утверждать. Далее, такой параграф в этой работе, в этой главе. «Война есть продолжение политики иными, именно насильственными средствами». Так ее называл, Владимир Ильич. И здесь он говорит, это знаменитое изречение принадлежит одному из самых глубоких писателей по военным вопросам Клаузевицу. Марксисты справедливо считали всегда это положение теоретической основой взглядов на значение каждой данной войны. Маркс и Энгельс всегда именно с этой точки зрения смотрели на различные войны. Примените этот взгляд к теперешней войне. Вы увидите, что в течение десятилетий, почти полувека, правительство и господствующие классы и Англии, и Франции, и Германии, и Италии, и Австрии, и России вели политику грабежа колоний, угнетения чужих наций, подавления рабочего движения. Именно такая политика, только такая, продолжается в теперешней войне. Ну, эта политика продолжается, можно сказать, что и сейчас в определенной степени. Далее, вот дав анализ войне, Первой мировой войне, дальше он переходит как бы к отношению, к взглядам определенных лиц на войны вообще, и в частности к Первой империалистической войне. И назвал он следующий параграф так, что такое шовинизм. И расшифровывает это понятие, потому что такое понятие шовинизма уже употреблялось давно, достаточно давно, с самого начала Первой мировой войны. И говорит, социал-шовинизм есть защита идеи обороны Отечества в данной войне. Обороны Отечества он берет в кавычки. Из этой идеи вытекает отказ от классовой борьбы во время войны, ватирование военных кредитов и тому подобное. На деле социал-шовинисты проводят антипролетарскую буржуазную политику, ибо на деле отстаивают не оборону Отечества, в смысле борьбы с чуженациональным гнетом, а право тех или иных «великих» держав грабить колонии и угнетать чужие народы. Социал-шовинисты повторяют буржуазный обман народа, будто война ведется из-за защиты свободы и существования наций, и тем переходит на сторону буржуазии против пролетариата. Социал-шовинисты, будучи на деле защитой привилегий, преимуществ, грабежей и насилий своей или всякой вообще империалистической буржуазии, представляет из себя полную измену всем социалистическим убеждениям и решению Международного социалистического конгресса в Базеле. То есть, Международный конгресс, он сейчас дальше в следующем параграфе продолжает расшифровывать, что такое Базельский международный конгресс, и какое выработано было там отношение к войне. Так он и назвал следующий параграф. Базельский манифест. Он говорит, Манифест о войне, принятый единогласно в 1912 году в Базеле, прямо заявляет, что никакой народный интерес не может оправдать такой войны, ведущейся ради прибыли капиталистов и выгод династии, на почве империалистической грабительской политики великих держав. Манифест прямо заявляет, что война опасна для правительств, отмечает их боязнь пролетарской революции, указывает с полнейшей определенностью, например, коммуны 1871 года и октября-декабря 1905 года, то есть, например, революции и гражданской войны. Таким образом, Базельский манифест как раз для данной войны устанавливает тактику революционной борьбы рабочих в интернациональном масштабе против своих правительств, тактику пролетарской революции. И что в случае наступления войны социалисты должны использовать создаваемый ею экономический и политический кризис для ускорения падения капитализма, то есть, использовать созданное войной затруднение правительств и возмущение масс для социалистической революции. Здесь он как бы дает выдержки из этого Базельского манифеста. То есть, предваряет, как бы расшифровывает вопрос, как должны относиться марксисты к вопросам войн, и что Базельский манифест осуждал империалистические войны. Ну и дальше он опять же возвращается к вопросу, указав на особенности и на решение Базельского манифеста, возвращается к социалшовинизму, и главу, одну из глав он так назвал, «Социалшовинизм есть законченный оппортунизм». И говорит в этой главе, в этом параграфе, «В течение всей эпохи второго интернационала повсюду шла борьба внутри социал-демократических партий между революционным и оппортунистическим крылом. Оппортунизм выражает буржуазную политику в рабочем движении, выражает интересы мелкой буржуазии и союза ничтожной части обуржуазившихся рабочих со своей буржуазии против интересов массы пролетариях, массы убдетенных». То есть оппортунизм служит буржуазии. Так надо понимать эти слова Владимира Ильича. И далее он говорит, «Война ускорила развитие, превратив оппортунизм в социал-шовинизм, превратив тайный союз оппортунистов с буржуазией в открытый. При этом военные власти повсюду ввели военное положение и намордник для рабочей массы, старые вожди которой почти поголовно перешли к буржуазии». Это вот вожди второго интернационала, конечно, он имеет в виду. Далее, экономическая основа оппортунизма и социал-шовинизма одна и та же. Интересы ничтожного слоя привилегированных рабочих и мелкой буржуазии, отстаивающих свое привилегированное положение, свое право на крохи прибыли, полученных их национальной буржуазией от грабежа чужих наций, от выгод ее великодержавного положения. «Идейно-политическое содержание оппортунизма и социал-шовинизма одно и то же. Сотрудничество классов вместо борьбы их, отказ от революционных средств борьбы, помощь своему в кавычках правительству в затруднительном его положении, вместо использования его затруднений для революции». Вот так он говорит о социал-шовинизме как оппортунизме. И в следующей главе продолжает развенчивать оппортунизм. Он назвал эту главу так. «Единство с оппортунизмами есть союз рабочих со своей национальной буржуазией и раскол интернационального революционного рабочего класса». В прошлую эпоху, говорит он в этом параграфе, до войны оппортунизм считался нередко, хотя и уклонением, крайностью, но все же законной составной частью социал-демократической партии. Война показала невозможность этого в будущем. Оппортунизм дозрел, довел до конца свою роль эмиссара буржуазии в рабочем движении. И в результате, говорит Владимир Владимирович, что единство с оппортунизмами, с оппортунистами, означает теперь на деле подчинение рабочего класса своей национальной буржуазии. Союз с ней для угнетения чужих наций и для борьбы за великодержавные привилегии, будучи расколом революционного пролетариата всех стран. Как бы ни тяжела была в отдельных случаях борьба с господствующими во многих организациях оппортунистами, как бы своеобразен ни был в отдельных странах процесс очищения рабочих партий от оппортунистов, этот процесс неизбежен и плодотворен. Социализм эльформистский умирает, социализм возрождающийся будет революционным, непримиримым, повстанческим. Вот так он оценивает невозможность единства с оппортунистами. Далее, такой параграф в этой главе. Лозунг марксистов, лозунг революционной социал-демократии. То есть, переходит к оценке революционной социал-демократии, какие должны быть лозунги. И говорит, война, несомненно, породила самый резкий кризис и обострила бедствия масс невероятно. Реакционный характер этой войны, бесстыдная ложь буржуазии всех стран, он подчеркивает слово «всех», прикрывающей свои грабительские цели, национальной, в кавычках, идеологией, все это на почве объективно революционной ситуации неминуемо создает революционные настроения в массах. Наш долг – помочь осознать эти настроения, углубить и оформить их. Эту задачу правильно выражает лишь лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую. И всякая последовательная классовая борьба во время войны, всякая серьезно проводимая тактика массовых действий неминуемо ведет к этому. Нельзя знать, в связи с первой или второй империалистической войной великих держав, во время нее или после нее возгорится сильное революционное движение, но во всяком случае, наш безусловный долг систематически и неуклонно работать именно в этом направлении. Видите, как далеко Владимир Ильич глядел, что и после Первой мировой войны, и после Второй, которое нельзя было тогда предсказать, в 15-м году, что возгорится революционное движение, но историю вы изучали, знаете, что это так и произошло. Далее он переходит к тому вопросу, что аппортунизм и социал-шовинизм как бы отрицали наличие или развитие нелегальных организаций в социал-демократии, и он так параграф дозвал, что значение нелегальной организации, нужна ли она. И говорит в этом параграфе, виднейшие анархисты всего мира, не менее чем аппортунисты, опозорили себя социал-шовинизмом в духе Плеханова и Каутского в этой войне. Одним из полезных результатов ее будет, несомненно, то, что война эта убьет и аппортунизм, и анархизм. Не отказываясь ни в каком случае и ни при каких обстоятельствах от использования самой малейшей легальной возможности для организации масс и проповеди социализма, социал-демократические партии должны порвать с раболепством перед легальностью. «Стреляйте первыми, господа буржуа», писал Энгельс, намекая именно на гражданскую войну и на необходимость нарушения легальности после того, как ее нарушит буржуазия». Вот так вот он относится к легальности. Далее он говорит, «Нельзя вести к революции массы, не создавая нелегальной организации для проповеди, обсуждения, оценки, подготовки революционных средств борьбы. Считать совместимым с принадлежностью к социал-демократической партии отрицание нелегальных приемов пропаганды и высмеивание их в легальной печати есть измена социализму». Так вот он оценил значение нелегальной организации. Следующий параграф. «О поражении своего в кавычках правительства в империалистической войне». Защитники победы своего правительства в данной войне, как и защитники лозунга «Ни победы, ни поражения» одинаково стоят на точке зрения социал-шовинизма. Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своего правительства, не может не видеть связи его военных неудач с облегчением низвержения его. Социалисты должны разъяснять массам, что для них нет спасения вне революционного низвержения своих правительств и что затруднения этих правительств в теперешней войне надо использовать именно для этой цели. «О пацифизме и лозунге мира». «Настроение масс в пользу мира часто выражает начало протеста, возмущения и сознания реакционности войны. Использовать это настроение – долг всех социал-демократов. Кто хочет прочного и демократического мира, тот должен быть за гражданскую войну против правительств буржуазии». Вот коротко что о лозунге мира. Ну и последний параграф в этой главе – это о праве нации на самоопределение. Этот вопрос тоже очень важен и война его тоже скрыла. По этому поводу Владимир Ильич говорит, «Самым распространенным обманом народа буржуазии в данной войне является прикрытие ее грабительских целей национально-освободительной идеологии. Социалисты не могут достигнуть своей великой цели, не борясь против всякого угнетения наций. Поэтому они, безусловно, должны требовать, чтобы социал-демократические партии угнетающих стран, в том числе так называемых «великих держав», признавали и отстаивали право угнетенных наций на самоопределение и именно в политическом смысле слова, то есть право на политическое отделение. Социалист великодержавный или владеющий колонией наций, не отстаивающий этого права, есть шовинист. Отстаивание этого права не только не поощряет образование мелких государств, а напротив ведет к более свободному, безбоязненному и потому более широкому и повсеместному образованию более выгодных для массы и более соответствующих экономическому развитию крупнейших государств и союзов между государствами. То есть самоопределение, это не значит, как вот здесь говорит Владимир Ильич, что дробление наций на мелкие государства, а наоборот, что более добровольно, ну и другие он причины назвал, объединение, поощряет сохранение крупных государств. Это что касается социалистов угнетающих наций, по отношению к праву нации на самоопределение. А социалисты угнетенных наций, говорит Владимир Ильич, в свою очередь должны безусловно бороться за полное, в том числе организационное, единство рабочих угнетенных и угнетающих народностей. Ну и в заключение этого параграфа и всей главы Владимир Ильич говорит, империализм есть эпоха прогрессирующего угнетения наций всего мира горской великих в кавычках держав. И поэтому борьба за социалистическую, интернациональную революцию против империализма невозможна без признания наций на самоопределение. Не может быть свободен народ, угнетающий чужие народы, сказали Маркс и Энгис. Не может быть социалистическим пролетариат, мирящийся с малейшим насилием его нации над другими нациями. Вот то, что я хотел довести до вашего сведения по первой главе работы Владимира Ильича Ленина «Социализм и война». Пожалуйста, какие возникли вопросы или недоумения. Давайте сразу оговоримся, что мы говорим о войне 14-го года. Конечно. Первая мировая война. И здесь дается, конечно, на основе уже опыта первого года Первой мировой войны, конечно. И отношения к воинам, и отношения, и как использовать вот эти противоречия, неудачи, прорази в интересах рабочего класса, в интересах культариата. Вот о чем ведет здесь речь Владимир Владимирович. А тогда вот такой вот вопрос. Вам не кажется, что империалистическая война является своего урода таким триггером, или, наверное, даже, правильно сказать, лакмусовой бумажкой, которая как раз показывает, кто в левом лагере оппортунист, а кто в рабочем классе. Конечно. Вот он не зря ссылался и на базальский манифест, который империалистические войны осуждал, и что должны были никак не приветствовать социалисты. Но, тем не менее, практически только партия большевиков, ну и еще одна партия тесняков в Болгарии отказались поддерживать буржуазию в войнах национально. А остальные все социалисты, второго интернационала, да, все поддержали. В 19-ом году. А тут же 15-й год. Да, а тут уже 15-й год. И они уже пора бы определиться. Так, ну, пытались некоторые определяться, естественно. Но организованного движения еще пока, даже в России, хотя она вроде как тоже не было еще организованного движения, такого настолько, что можно было империалистическую войну превратить в гражданскую, как говорит Владимир Владимирович. Такого еще нигде не было через год. Тогда второй вопрос. Давайте. продолжение. А вот наши враги тоже про это все прекрасно знают. Так. И Буржуазия, может, поэтому пытается не сгладить эффект мировой войны империалистической, свести его до каких-то отдельных всяких операций, там, буря в пустыне какая-нибудь, там, в Афганистане повоевали, потом в Сирии, в Крышкане местами. Нет, ну, тут, это вопрос сложный. Конечно, возможно, опыт и первой, и второй мировой войны на настоящее время, конечно, учитывается. Но дело в том, что войны, это не только потому, что там опыт говорит о том, что войны, это неизбежно, как мы говорили, как марксизм определил, они неизбежны, пока существует капитализм. Почему? Потому что основная цель капитализма это получение максимальной прибыли. А максимальную прибыль дают войны. дают войны. Нет, у нас все время идут войны. Конечно, пока существует капитализм, да, 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 постоянно, да, идут войны. Весь мир, вот нет, чем не интересует. К сожалению, да, пока империализм существует, это будет продолжаться. Он тут говорит в одном, в один момент, что или переход к социализму, или десятилетием будет мучиться, пролетариаты, трудящиеся массы будут мучиться вот на фоне вот этих всяких войн. Он об этом и говорит, что только вот два варианта возможно развития событий мировых. Да, еще один сложный вопрос. Вы сказали по поводу колоний в самом начале. Ну, так. Ну, по сути же, в Первую мировую война все шла в тех же самых странах, да, Ирак несчастный, когда-то не персия была. Первая мировая война, причем тут Ирак. Но Ирак тогда был колонией. Да, вот, поэтому из-за колоний. Да, из-за колоний, да, потому что как бы германский империализм настолько как бы стал силен и могуч, что даже считал и вроде фактически так и было, что экономически он стал даже превосходить несколько французский и английский капитализм, так, и поэтому о колонии у него было мизер, а вот у Англии и Франции было огромное количество колоний в Африке, в Азии. Вот, и поэтому развязал германский империализм войну, чтобы переделить колонии. Ему нужно было места получения сырья и места сбыта товаров, а этого им было недостаточно. Ну, Я к чему? Я к тому, что понятно, в принципе, идет все в те же самых места, где и до этого шла. Что значит? все, что они называются сейчас не колониями. А, то есть, ты современные войны имеешь? современные. Ты на них переходишь? Ну, Тот же передел, только они теперь не колонии уже стали, потому что, вроде, политически они стали независимыми от этих государств, бывшие колонии, так? А экономически-то они все равно под этими крупными государствами, под этими вот, там, семерка или сколько их там можно назвать. Так может, у нас просто не, как войну сейчас называют всякими эйфемизмами, так колонии называют всякими эйфемизмами. У нас не война, у нас там борьба за демократию, за освобождение. Ну, правильно. Так, а тут, Владимир Владимирович, в этой работе мы же с вами рассмотрели, что буржиазия любит прокрываться всякими, ну, это, как бы, освободить, называть их свои империалистические войны за передел, это, прибыли, передел колонии за национальные, войнами за национальное освобождение. Она любит, вот, это, вот, как разобраться, когда у нас следующая эйфемизмическая война. Вот вопрос, да, как разобраться в войне, ну, надо искать, смотреть, перед, что, перед началом войны, какие у кого были интересы, какие пытались, там, с дипломатическими путями разрешить вопросы. Война-то есть продолжение, тут он говорил, Клаузи сопроводил пример, что это продолжение политики, только иными уже средствами. То есть, что, то, чего добивается в этой войне, нужно каждую войну тщательно анализировать, кто чего хочет получить в результате этой войны. Вы просто смотрите, перечислили, какие важные, юридическая война, это лакмусова бумажка, которая выявляет однотонистов, да, она идет за передел мира, где она существует, аж, называются эти войны, не войны, а как-нибудь еще, и, соответственно, вопрос, а как же определить, когда начнется то самое? Как определить? Не пропустим, ли мы столь важный момент, когда началась та самая империалистическая война, а мы, соответственно, останемся, так сказать, за бортом истории. То есть, как, не понял смысл, что значит, мы останемся, кто мы-то, пролетариат останется? Пролетариат, конечно, останется, он пойдет в окопах сидеть. Коммунистические организации, коммунистические партии. Ну, коммунистические партии, это часть, это часть, молитариата, да. Не, конечно, конечно, разбираться в политике, это самое, как бы, придут, стараться, предвосхищать эти, развитие политики до войн, вот, и осуждать это, такого развития, естественно, этим должны заниматься, марксистские партии, Нет, это взгляды, это идеология, это взгляды внутри вот этих вот тогда социалистических и социал-демократических партий. Вот да, это как бы часть представителей этих партий, с такими взглядами, когда они пошли как бы на поводу собственной буржуазии национальной и пошли на поддержку. Да, да, да. Но они вообще-то там как-то организовывались. Допустим, в России была партия большевиков и партия меньшевиков, которая, меньшевики, вот он и говорит, что Плеханов встал на позиции поддержки этой империалистической войны, то есть своей буржуазии в этой войне. Также и Каусский в Германии тоже стал, ну и там целый ряд других примеров, второго интернационального. Не понял еще раз. У нас не война. Нет, не понял еще раз. Мы же о чем мы говорим, что война у нас не война, а колония не колония. Вы опять же на современную переходите, да? Нет, мы определили, что очень важно разобраться, когда же будет мобилистическая война. Когда столкнутся интересы каких-то групп? Вот можно сказать, сейчас столкнулись интересы Соединенных Штатов и НАТО с одной стороны и зарождающегося, крепнущего империализма российской буржуазии. Столкнулись интересы, можно сказать, да. То есть пора уже определиться. Что куда определиться? Что это за война, да. Ну, пожалуйста, вот читайте документы. Вот возьмите номер, там написано, вышел журнал Советский Союз, номер 30. Вот там очень подробно анализируется, что это война, почему она возникла и кто какие интересы там защищает в этой войне. Не то, что защищает, а добивается каких интересов. Очень подробно там проанализировано. Это очень сложный, трудный вопрос, конечно. Ну, и даже возникли очень серьезные разногласия в оценке вот этих, что происходит сейчас вокруг Украины. Даже у марксистов. Там указывают взгляды, ну, как бы, можно сказать, на две части разделились. Это вопрос сложный. Мы его сейчас не сможем рассмотреть. Может, кто-то на день на кружок вынесет? Ну, пожалуйста, мы можем кое-что. Я могу кое-что вынести? Могу кое-что. Но сам по себе журнал, он там, значит, 144 страницы, там где-то десятка трех статей. Там очень большой анализ сдается вот этому, тому, что происходит сейчас вокруг Украины. Поэтому не так вот. Берется анализ. Да, поэтому вон там есть адрес, можете это заказать, и они вам пришлют этот журнал. С Донбасса? С Донбасса. Донбасса. Продолжение следует...